Чао-чао, бонжорно! Сегодня я приготовила вам рассказ про герунди. Герунди у нас бывают семпличи компосто, простой либо составной. Мы сегодня с вами узнаем, чем же они отличаются, что же это за герунди, когда используется и почему он такой хороший, почему им стоит заинтересоваться и активно его использовать. В самом деле герунди мы с вами встречаем с самого начала изучения языка. Первая конструкция, которая встречается у нас с герундем, это, естественно, старый плюс герунди, который показывает на действия, которые происходят в момент речи, например, «Ио стопарлянду о вой», «Вой статы аскультандо ме». Я говорю с вами, вы меня слушаете, да, то есть вот эти конструкции старый плюс герунди проходят достаточно рано, да, буквально там, когда проходит глагол старый, также вот уже сразу эти конструкции идут, потому что герунди сам по себе, он не имеет у нас лица, как остальные моди и дофинити, никак не меняется, достаточно просто его использовать, запомнить и никаких проблем он не представляет. Герунди делятся на сэмпляче и компостом. Герунди у сэмпляче все его знают, благодаря этой конструкции старой плюс герунди. Когда глагол «are», вы убираете окончание «are», меняете на «ando», «кантандо», «парландо», «манджандо», и глаголы второго-третьего споряжения на «ere» и на «ire» меняются на «endo», например, «legendo», «скривендо», «финендо» и так далее. Даже глаголы неправильные, например, как «тродурре», «бере» они будут «тродучендо», «бевендо» и так далее. То есть с неправильными глаголами мы тоже знаем, что уже делать. Мы их восстанавливаем до изначальной формы и, пожалуйста, к ней уже добавляем окончание «endo». И «gerundio composto» выглядит следующим образом. Вы берете вспомогательные глаголы, «ver, essere», как всегда. Они уже идут в форме «gerundia» плюс причастие прошедшего времени. То есть «avendo» либо «essendo» или «andato», «andati», «andata». Очень похоже на то, что мы видели с «infinito composto». «gerundio semplice condivide il soggetto». Это очень важная информация, что «gerundi» всегда совпадает с тем, с главным предложением, к которому относится, и разделяет с ним свое как раз подлежащее. «Andando al lavoro o incontrato Mario». «Идя на работу, я встретила Марио». То есть «я шла на работу, я встретила Марио». Почему это важно? Потому что если вы вспомните то, что мы говорили с вами про инфинитив, с инфинитивом ситуация кардинально другая. «O visto Mario, andare al lavoro». Я видела Марио, как он шел на работу. А если у нас «gerundi» совпадает, и я говорю «andando al lavoro o visto Mario», «идя на работу, я видела Марио», то «o visto Mario, andare al lavoro» переводится совершенно другим образом. Я видела, как Марио идет на работу. То есть это его, да, я видела, что он идет. То есть я обидела, а он шел. Здесь мы будем очень внимательны. «Gerundio semplice». Когда же у нас используется? На самом деле вот это вот старый плюс «gerundi» даже здесь не рассматриваю, потому что все его предполагают. Я рассматриваю «gerundi», когда он используется сам по себе один. Что же я написала? «Gerundio semplice». «Come». Он показывает образ действия. «Come». То есть «modo», да, каким образом что-то происходит. «Mi parlava sorridindo». Он разговаривал со мной улыбаясь. Ну, да, то есть он разговаривал со мной как? Улыбаясь. То есть я могу задать вопрос «come». Также показывает причину. «Porque», «почему». «Essendo felicio, comprado un hábito nuevo». «Будущее счастливое, я купила себе новое платье». То есть почему я купила новое платье? Потому что я была счастливой. «Будущее счастливое». То есть вот в таких случаях используется «gerundi». Очень органично, красиво он смотрится. А также, когда вы говорите про гипотезу, вот тут как раз у нас «gerundi» будет вам помогать заменять «periodo ipotetico». «Volendo potresti fare tutto». Ну, имея желание, ты можешь сделать все, мог бы сделать все. «Se volessi potresti fare tutto». Вот посмотрите, здесь как раз у нас «gerundi» заменяет «periodo ipotetico», да, то есть заменяет часть, которая идет с «conjunctivo». «Sconjunctivo imperfecto». Либо вот здесь у меня закончился маркер, поэтому синенький мне написала «volendo avresti potuto fare tutto». «Se avessi voluto avresti potuto fare tutto». Если бы ты тогда захотел, ты бы смог все сделать. Но так как у нас «gerundi» не изменяется, «volendo» будет «volendo». Но вы можете вот так вот элегантно обойти периодо и под этиком. А также мы используем «gerundi», когда у нас есть одновременные действия. Вот такими вот волнами. «Occione simultane», «Occione contemporane». Я выделила, что вы можете использовать «gerundi» для того, чтобы показать одновременные действия, которые происходили и происходят. Допустим, «andando al universita», «ascultavo», «la musica». Идя в университ, я слушала музыку. «Andavo» и «ascultavo», я шла и слушала. Здесь мы можем заменить его с «imperfetto» или, например, с «prezente», «andando al universita», «ascultavo sempre la musica», «india в университ, я слушаю музыку» либо «andando al universita», «ascultavo sempre la musica», «india в университ, я слушала музыку». То есть с любыми временами можете его комбинировать. Тем хорошей эти «modi» и «indefinity», что они отлично идут в парах с чем угодно, потому что они сами по себе не показывают ни времени, ни лица, и вот к чему вы их присоедините, к тому они отлично и подойдут. Это был «Gerundio Simplich», а дальше поговорим про «Gerundio Composto». Чао-чао!